Здарова, геймеры! С вами ДатПи47 и да, добро пожаловать в новое видео про всю ситуацию с Мистером Бистом, потому что очевидно первого раза было недостаточно. На самом деле я не особо хотел делать это видео, потому что у меня в плане большой видос по японским РПГ, который никто не посмотрит. Но учитывая нынешнее состояние Ютуба, который то ли будет, то ли не будет работать в России, пока что нихрена не понятно. И учитывая, что многие ютуберы не выпускают сейчас свои видео, потому что боятся, что они будут обрезаны по просмотрам из-за, сами знаете, каких событий. Я решил немного поэкспериментировать, ведь не зря же я смотрел все эти огромные разоблачения на Мистера Биста последние несколько дней, чтобы понять, в чём же там стоит вся эта проблема. Но всё же, прежде чем мы начнём, на всякий случай, чтобы вы всегда были в курсе того, что происходит, а также новых способов починить Ютуб, выхода видео, стримов и так далее, обязательно подписывайтесь на мой официальный Телеграм ДатПи47 по ссылке в описании или по QR-коду на экране, чтобы геймерское сообщество в случае чего не потеряло друг друга. Но всё же, почему Мистера Биста отменяют и разоблачают, и почему именно этот раз является особенным? И всё довольно просто, потому что у нас, наконец-то, есть бывший сотрудник, который решил нарушить все договорённости, все контракты, которые он подписал. И да, это тот самый Шиз, который показывал непонятные документы и ездил вокруг студии Мистера Биста. Оказалось, что это действительно настоящий работник, который работал с Мистером Бистом. И всё это так удобно произошло после ситуации с Крисом Тайсоном, которая определённо не была удобной для Мистера Биста. У нас, конечно, уже были бывшие сотрудники, типа вот этого, который написал, что «Джимми знал!» А когда ему сказали, типа, «Слушай, ну если Джимми знал, и ты знаешь о том, что он знал, то ты тоже знал и не говорил об этом», он начал сдавать назад и постепенно вышел полностью из этой истории. Но разоблачение, о котором мы сегодня поговорим, на данный момент имеет уже 8,5 миллионов просмотров. И, скорее всего, дойдёт до 15 или 20. Это самая масштабная атака на Мистера Биста за всю его карьеру. И поэтому будет интересно, что из этого выйдет. Но давайте обсудим всё это в деталях. Окей, во-первых, чувак, который записал это видео под ником DogPack404. В начале видео есть странный сегмент, где он с расширенными зрачками, не моргая, начинает тараторить какую-то информацию. Я не буду это озвучивать и подставлю просто субтитры, чтобы вы поняли, насколько это стрёмно звучит. Довольно стрёмно, на самом деле, но он вроде сказал, что сделал всё это видео на грибах, а затем, когда это начали использовать в качестве аргумента против него, начал отнекиваться, что это просто были шутки, и на самом деле он не прикасался ни к чему подобному уже долгое время. Но знаешь, видя эти зрачки, меня одолевают сомнения. А вот в чём у меня нет никаких сомнений, так это в том, что у сервиса Купикот самая низкая комиссия на рынке. Купикот — это не просто сервис пополнения, но и целая игровая экосистема. Пополнение стима проходит просто дёшево и безопасно. Вводим логин, мой промокод DeadP, и переходим к оплате любым из доступных способов. Не нужно никаких паролей, только логин, так что ваш аккаунт в безопасности, а зарегистрированные пользователи получают кэшбэк. Ещё тут можно пополнять казахские аккаунты стим в тенге и аккаунты в долларах. К тому же тут есть раздел «Недоступные в РФ», где собраны игры, которых нет в русском стиме, но благодаря Купикоту вы можете получить их на свой ру-аккаунт без напряга созданием нового. К тому же, перейдя по ссылке в описании по промокоду DeadP, комиссия снижается на 2%. И также вы получаете 10% скидку на покупку игры гифтом. Как по мне, довольно выгодное предложение, но всё же вернёмся к теме нашего видео. Тем не менее, само видео вызвал резонанс не просто так. И не просто так, после этого видео компания Мистера Биста отправила этому чуваку угрозу судом, подтвердив, что он действительно был бывшим сотрудником, и укрепив уверенность общественности в том, что многие вещи из этого разоблачения были правдой. В этом видео есть много вещей и разной степени важности, например, такие мелочи, как то, что команда Мистера Биста добавляла много компьютерной графики на задний фон, то, что животные, которых они встречали якобы случайно, на самом деле были натренированными, профессиональными животными, услуги которых покупали заранее. Помните то видео, где команда Мистера Биста должна была выжить на плоте, и спали там во время дождя и всё такое? Даже тут оказалось, что ночью Джимми на самом деле спал на яхте, которая подплывала к плоту. Некоторые вещи, которые создавали интригу в видео, допустим, месть и соперничество между двумя мужчинами, были добавлены уже в постпродакшене, потому что эти два мужика были слишком далеко друг от друга. Ну и были совершенно глупые вещи, вроде того, что остров, который Джимми купил за доллар, на самом деле стоил ему не доллар, потому что там ещё был налог 27 долларов или чё-то типа того. Но вот тут мы переходим к более серьёзным вещам поступательно. Окей, первое, что бросается в глаза, это видео, где пацаны были против девчонок. По заявлению бывшего работника и нескольких свидетелей, Джимми не очень хотел, чтобы девочки проиграли с большим отрывом. Что-то насчёт того, что это будет плохо для пиара. Поэтому за девушками следили намного меньше, что позволяло им нарушать правила. А во-вторых, когда в команде пацанов оказался один чувак, который смог собирать кубик Рубика, что дало им преимущество, Джимми подошёл к нему, дал ему 10 тысяч долларов и сказал, что он может идти. Причём самое смешное, что эти 10 тысяч долларов больше, чем получил бы каждый из членов команды, если бы даже они выиграли. И по итогу, сюрприз-сюрприз, девушки выиграли с отрывом в 2 очка. Ну ладно, дальше следует сегмент про то, что Мистер Бист зачастую использует своих знакомых, друзей, родственников своих друзей и так далее. Очень многие, особенно когда дело касается каких-то массовых видосов, это какие-то знакомые Мистера Биста. Но худший случай, это вот этот вот его друг. Друг, который специально переехал в тот же штат, в котором Джимми всё снимает. И друг, который регулярно появляется в его видео. И вот у нас такой случай, состязание кучи людей и, о боже, друг Мистера Биста внезапно проигрывает первым. Но оказывается, что у Мистера Биста был секретный приз за последнее место. Новенькая Тесла, прекрасная. Какое же совпадение, что первым проиграл именно его товарищ. И другие случаи, когда он выигрывал испытания на последней секунде. Конечно же не потому, что всё это было сделано постфактум на продакшене, а потому, что он просто настолько крутой друг Мистера Биста и выиграл эти деньги. А потом рассказывает, что эти деньги так сильно изменят его жизнь. Но по факту он живёт на гамелеонном особняке, который ему подогнал Мистер Бист, когда он переехал к нему в штат. И как бы вот эти вот две ситуации, они весьма неприятны. На самом деле, что касается вот девчонок, которые победили, и что касается его товарища, ну всё-таки это лишь единичные видосы из сотен, которые он делал за последние годы. И как бы да, им нужно думать о пиаре, о том, чтобы не показывать, как мужчины побеждают женщин, потому что женщины не могут быть слабее. Ну и может он действительно хотел своему другу Теслу подарить, или дать ему победить в каком-нибудь видео, там, чтобы он участвовал, там, не знаю, реакцию какую-нибудь крутую показал. Но с другой стороны, это не очень сильно вяжется с тем, что Мистер Бист всегда говорит, что их видео, они исключительно показывают то, что происходит на самом деле, ничего не подстроено и так далее. Но я думаю, что для современных детей это что-то на уровне, как для нас было узнать, что Деда Мороза не существует. Также в видосе было очень много морализаторства, касательно шоколадок Мистера Биста, то, что он, по сути, продавал не шоколадки, а лотерею, что в одной из пачек может быть билет, который позволит вам получить ламборгини. И, по сути, как бы это неэтично, но всё это было проверено легальной командой Мистера Биста, и, соответственно, каких-то проблем с этим нет. Но всё же главный аргумент в том, что Мистер Бист, во-первых, рекламировал свои шоколадки как очень полезные, а затем через какое-то время изменил рецепт, и они стали такими же, как и все остальные. Ну и к тому же приучал детей к азартной игре, соответственно, они покупали эти шоколадки, не потому, что они были какими-то вкусными, а потому, что они хотели выиграть кучу денег, или даже шоколадную фабрику. Но теперь мы постепенно перейдём к более серьёзным вещам. Автор видео поясняет, что многие розыгрыши, которые проводились Мистером Бистом, во-первых, фейковые, а во-вторых, скорее всего, незаконные. Во-первых, если вы этого не знали, если вы на Ютубе первый день, то когда вам говорят, что что-то разыграют среди тех, кто подпишется на этом видео, то это просто... просто враньё. Я не знаю, почему люди в 2024-м всё ещё верят в это, но, да, когда Ютубер говорит, что разыграет что-то среди тех, кто подпишется прямо сейчас, то ежу понятно, что вас обманывают, потому что такого инструментария просто не существует. Но, знаете, учитывая, что это делало куча других Ютуберов, и Мистер Бист сделал много хорошего в этом мире, я не считаю, что в этом есть что-то, ну, вот настолько уж плохое. То есть, да, он любыми средствами добирался до этих 300 миллионов, но, блин, типа, можем ли мы его судить за это? Другая проблема заключается в том, когда ты нарушаешь закон, эксплуатируя детскую аудиторию. Автор видео показал кадры с удалённого стрима, который остался только в Фейсбуке, и, кстати, после выхода разоблачения оттуда его тоже потёрли. И на этих кадрах мы видим две интересные вещи. Во-первых, то, что покупаемая одежда должна быть подписана Мистером Бистом. Но мы видим, как её украдкой подписывают другие члены команды. Что как бы окей, но дети покупали эти футболки в надежде, что их подпишет именно Мистер Бист, то есть Джимми. Но вторая проблема — это краеугольный камень того, на чём, в принципе, держится нынешний скандал, и всё это разоблачение. Дело в том, что во время стрима Джимми говорил такие вещи вроде того, что первый, кто закажет в течение 30 секунд, мы положим ему в заказ 1000 долларов, или мы положим ему новенький айфон, или что-то ещё, и так далее, и так далее. То есть Мистер Бист постоянно байтил огромное количество детей на своём стриме покупать одежду, говоря им, что вот в следующие заказы мы положим вам крутые штуки, там, не знаю, ключи от ламбы. Но по факту, когда посылки пришли людям, мало кто нашёл в своих посылках хоть что-то. И если так подумать, Мистер Бист со своими друзьями не мог упаковать все посылки, их были сотни тысяч. И, соответственно, то, что они укладывали на стриме, это лишь маленькая, где-то доля процента от всего, что они продали. Но они дали детям надежду, которая была разрушена, когда вещи всё-таки приехали к ним. И для справки, многие специалисты, которые посмотрели это видео, как и автор этого видео, заявляют, что по законам США, такое не является легальным, и попадает под все признаки мошенничества. И опять же, я повторюсь, неудивительно, что этот стрим был удалён со всех площадок, кроме Фейсбука, откуда его удалили спустя всё это время, только после выхода этого видео. Помимо этого, была куча мелочей, вроде того, что Мистер Бист, по сути, управляет своей детской аудиторией, чтобы, например, пойти в Волмарт, посмотреть, как там уложены его шоколадки. И если они уложены плохо, то нужно попросить кого-нибудь из работников выложить их правильно. Это довольно странно, чувак, типа, дети не должны на тебя работать. Ну, лично мне понравился пункт про психологическое воздействие, потому что, да, у Мистера Биста есть целая команда психологов, которые думают, как можно самым эффективным образом воздействовать на детей. По сути, их задача — это создать образ авторитета, буквально как отец или мать, или государство, или что угодно, и чтобы ребёнок был подписан на Мистера Биста, на случай, если он когда-нибудь его встретит, и Мистер Бист ассоциировался у него с тем, что он получит какую-то награду. И, соответственно, чтобы этот ребёнок, или любой взрослый, кто знает о Мистере Бисте, он сразу же потакал Мистеру Бисту и работал на благо бренда Мистера Биста. Но, опять же, вот эти штуки подтвердить, мне кажется, не получится, поэтому всё это пока что спекуляция. И вот это видео вышло, и Мистер Бист никак на него не ответил. Но произошло две интересные вещи. Во-первых, глава одного из отделов Мистера Биста решил высказаться на этот счёт. Чел под именем Чайки начал говорить, что Докпэк 404, автор разоблачения работал в компании Мистера Биста меньше месяца и, соответственно, не участвовал в большинстве видосов, о которых он рассказывает. Также он прошёлся по самым глупым обвинениям, вроде того, что CGI используется в видосах, что что-то было добавлено постфактум и так далее. Но при этом в пункте про видео, где 100 пацанов были против 100 девчонок, он отрицает, что всё это было подстроено, а те работники Мистера Биста, которые были в обеих командах, просто заменяли людей, которые не смогли участвовать из-за того, что у них был положительный тест на ковид. Что как бы разумно, но с другой стороны мы буквально видели кадр, где Джимми подходит к одному из игроков из команды пацанов и предлагает ему 10 тысяч долларов, чтобы тот свалил, потому что он слишком хорош. И как бы тут меня всё ещё терзает сомнения. Также он сказал, что розыгрыши среди подписчиков не были фейковыми, потому что он лично ими занимался, но, к сожалению, не объяснил, как это всё работает. И на этом, к сожалению, всё. Он не прокомментировал самые жёсткие обвинения из разоблачения и обвинения в мошенничестве, но зато заявил, что Мистер Бист, Джимми, тратит огромное количество денег, чтобы к нему нельзя было прикопаться. И, соответственно, его оскорбляют, что кто-то накидывается у него со всем этим враньём. И также он подчёркивает факт того, что разоблачитель был на грибах и, соответственно, возможно, он просто большую часть этого придумал. Но то, что Чаки никак не упомянул самые главные вещи, которые волновали большинство людей, которые посмотрели разоблачения, приняли как подтверждение того, что, да, вся информация в видео была верна. Я думаю, что вы понимаете нынешнюю ситуацию вокруг Мистера Биста. Только что отменили его друга Криса Тайсона, который был с ним с самого начала. И во многих вещах с Крисом Тайсоном в Дискорд-каналах и прочем есть скриншоты, что там был Мистер Бист. То есть он, в принципе, повязан во многих из этих вещей, хоть и очень косвенно. И многим людям хотелось бы притянуть его за это. Это не тот случай, когда есть действительно какая-то огромная причина отменять Мистера Биста, что он сделал что-то действительно ужасное. Это тот случай, когда Мистер Бист настолько огромен, что отменить его — это как испытание для нынешней интернет-культуры. Когда сама его личность раздражает огромное количество людей по всему миру. И они хотят от него избавиться. Они хотят показать, что никто не может быть слишком большим, чтобы упасть. То есть люди ненавидят Мистера Биста, но не знают, как описать, почему они его ненавидят. И это видео на почти 9 миллионов просмотров, появившееся в нужное время в нужном месте с нужными аргументами, стало катализатором тотальной отмены Мистера Биста, которая сейчас происходит. В итоге Чаки вряд ли что-то исправила, а скорее принес еще больше негатива, из-за того, что они старались избегать неудобных моментов. И тут компания Мистера Биста делает ход конем и отправляет Докпэку письмо с досудебкой, то есть письмо с требованием остановиться в разглашении конфиденциальной информации, которая была получена, пока он был работником. И это было настолько тупое решение, потому что этим письмом, которое он выложил в открытый доступ, они подтвердили, что, во-первых, он был работником, а, во-вторых, он обладал конфиденциальной информацией, которую раскрыл в этом видео. То есть информация была верной. Может, даже не вся, может, что-то одно, но всем плевать, потому что мы получили подтверждение. Спасибо большое. Затем Докпэк, как, наверное, самый знаменитый человек в интернете, связанный с Мистером Бистом на данный момент, с радостью пошел на интервью к большим ютуберам, где рассказал им, что ничего не боится и будет продолжать свою деятельность. И более того, он обвинил Чаки во лжи, касательно того, что он работал у Мистера Биста меньше месяца. Дело в том, что приехал он значительно раньше, и сначала проходил тренировки, прежде чем попасть на этот испытательный срок. А после того, как ему сказали, что им не по пути, ему позвонил друг Мистера Биста из компании, которая работает с Мистером Бистом над его видео. И прежде чем нанять его, они позвонили Мистеру Бисту, он сказал, что парень нормальный, можете его нанимать. И таким образом, он продолжал работать над этим видео практически в команде Мистера Биста. Что как-то не вяжется с рассказами Чаки про то, что он был каким-то невменяемым, и его из-за этого уволили. Потому что тогда бы его не приняли в партнерскую компанию. И после этого пришло еще одно письмо с подписью, что это финальное предупреждение. В нем говорится, что компания Мистера Биста и ее основатель Джимми Дональдсон очень недовольны заявлениями, которые, во-первых, неправда, а во-вторых, нарушают условия конфиденциальных договоров, которые автор показал в своем видео. Судя по всему, компания Мистера Биста хотела просто все замять, чтобы этот чувак ничего больше не рассказывал, тихо удалил свое видео, и все прошло как по маслу. Но, судя по всему, его прадед был японским летчиком во времена Второй мировой, потому что парень не просто не останавливается, но продолжает выносить все на публику. И хоть общественный резонанс на его стороне, ютуберы, в принципе, относятся к нему весьма положительно, пока что никто из крупных шишек Ютуба не хочет выступать против Мистера Биста, потому что, ну, если есть кто-то во главе Ютуба, то это точно он. Но автор разоблачения, несмотря ни на что, говорит, что он всего лишь выпустил первую часть, и у него будут еще вторая, третья, неизвестно сколько еще. Так что, судя по всему, Мистер Бист застрял в этом надолго. Но если вы хотите моего мнения насчет всей этой ситуации, то по моему, опять же, повторюсь, личному мнению, многие из этих вещей на самом деле просто мелочи. Ты не можешь построить огромную медиа-империю без того, чтобы делать некоторые, ну, не совсем этичные вещи. Да, действительно, когда они выживали в тяжелых условиях, скорее всего, рядом была команда, которая кормила их за кадром. Да, скорее всего, они пользовались детской психологией, чтобы заставлять детей покупать продукты и пытаться выиграть какие-то крутые призы. Ну, знаете, если честно, я не очень хочу строить из себя какой-то моральный ориентир, поэтому просто скажу, что мне настолько плевать на этих детей, если честно. Что касается мошенничества, я не думаю, что Джимми делал это предумышленно, просто, скорее всего, хотел на стриме раздать какие-то вещи и поднять ажиотаж. А потом легальная команда объяснила ему, что так делать не стоит, и это можно отнести к мошенничеству, поэтому стримы снесли до этого. Фейсбуки не сносили, потому что, господи, кто пользуется Фейсбуком? То, что его друг побеждал, ну да, довольно мразотно, но друг тоже имел определенную ютуб-карьеру, и, видимо, мистеру Бисту хотелось его как-то вставить. Это, конечно, не очень уважительно к другим участникам, но выпуски, в которых он появлялся, можно посчитать на пальцах одной руки. Я рад, что мы знаем, что подобные вещи происходят, но это не является чем-то настолько уж дико плохим. Мистер Бист, конечно, человек не идеальный, но меня все равно поражает, что сколько бы хороших вещей ты не сделал в мире, сколько бы людям ты не помог в разных странах, если твои недоброжелатели зацепятся за одну неприятную вещь, которую ты когда-то сделал, или какую-то ошибку, то публика сразу же забывает о всем хорошем, что ты делал. Хотя сама эта публика вряд ли сделала хотя бы сотую часть того, что сделал Джимми в этой жизни. Имеется в виду хорошего. Но тем не менее, как я уже и сказал, сейчас все достигло точки кипения, когда история с Крисом привела к тому, что люди обозлились на мистера Биста, и теперь люди не хотят отпускать эту историю, они хотят голову Биста на блюдечке с голубой каемочкой, и все хотят поучаствовать в этом разрывании карьеры 300-миллионника. Посмотрите, как эта империя будет рушиться на их глазах. Ютуберы тысячами прямо сейчас записывают видосы про то, что его карьера оконченная. Но, к великому сожалению для всех, я сомневаюсь, что это произойдет в ближайшее время. К сожалению, для многих мистер Бист существует не только в интернете. Это огромный бренд, это огромный продакшн, с кучей людей, с кучей отделов. И если он просто выйдет и скажет, да, гайз, сори, ну вот так было неприятно, да, но мы и справились. И, кстати, вот следующее видео, которое наберет 100 миллионов. И, в принципе, мне кажется, этого хватит. И то это нужно будет сделать только потому, что видос, который его разоблачает, набрал 9 миллионов просмотров, и его просто нельзя игнорировать. Ну и вообще, на самом деле, мне кажется, это просто симптом времени, в котором мы живем, где постоянно всех отменяют, и в последнее время это происходит все чаще и чаще, а личности становится все больше. Как будто доктор Дизреспект или кто-то еще запустил эту цепь доминошек, и в итоге мы окажем себе всей верхушки Ютуба. Если у нас вообще будет Ютуб в ближайшее время, потому что, как вы знаете, происходят все эти не очень приятные вещи, и большинство из вас столкнулись с тем, что банально видео уже не получается посмотреть нормально. Как я уже сказал, мне не особо хотелось сделать это видео, но все же хотелось поэкспериментировать и посмотреть, насколько сильно изменятся просмотры, учитывая блокировки Роскомнадзора. Так что буду крайне благодарен, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал, оставите свое мнение в комментариях, и, конечно же, подписывайтесь на мой Телеграм по ссылке в описании или по QR-коду на экране, чтобы не пропускать информацию о том, как можно починить Ютуб, какие видосы будут выходить и так далее. Ну и также, чтобы оставаться частью нашего теплого геймерского комьюнити. Напоминаю про ссылку на Купикод в описании, и также прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok